У многих из нас острова ассоциируются исключительно с пальмами, песчаными пляжами, тёплой морской водой и солнцем. В этом нет ничего плохого, поскольку большинство островов, которые нам преподносят в массовой культуре, выглядят именно так. Однако острову рознь. Помимо вышеупомянутых участков суши в мире существуют поистине необычные, уникальные, а иногда даже мистические острова, и у каждого из них есть свои особенности и интересная история. Ну и перед тем, как мы начнем, я напоминаю вам, что вы можете с вертухана пробить кнопку подписки, чтобы не пропустить новое крутое видео уже завтра, ну а теперь погнали! Плавучий остров Глаз В аргентинской провинции Буэнос-Айрес, в одном из озер, вдаль реки Парана, расположен необычный остров. Необыкновенность и специфика острова диаметром в 118 метров состоит в том, что он представлен практически идеальной окружностью. Вдобавок к этому он является плавучим, то есть фактически вращается вокруг собственной оси. Наконец, вокруг самой суши расположен канал, напоминающий по своей форме полумесяц. Ввиду этого необычный остров прозвали Плавучим островом Глазом. Впервые он был найден на картах Google Maps, и изначально его приняли за некий артефакт, который появился на картах из-за неправильного сканирования местности. Однако позже факт его наличия подтвердился. Остров был открыт в 2016 году. По одной из версий, его обнаружил режиссер Серхио Нойшпиллер, который исследовал окрестности из воздуха в поисках пейзажей и локаций для своего научно-фантастического фильма. Считается, что этот плавучий остров Глаз изменил планы режиссера и вдохновил его на создание документального фильма об этом острове. Согласно другой версии, находка принадлежит американскому инженеру-гидравлику Ричарду Петронни, который открыл его в 2016 году. Впоследствии он связался со своими коллегами, и они отправились на экспедицию. С первого раза Ричарду и его коллегам не удалось добраться до острова из-за заболоченной местности. Но уже во время второго захода на вертолёте экспедиторы смогли увидеть необычное место. Впоследствии выяснилось, что остров появился относительно недавно, поскольку в 2003 году он уже существовал, о чём можно было узнать по данным гугл-карт. Сам остров действительно очень необычный. Прежде всего, стоит отметить, что вода в озере невероятно ясная и холодная, что совершенно необычно для этой области. Также дно озера твёрдое, в отличие от болотистых мест, окружающих его, что тоже странно. Плавучесть же и вращение острова вокруг собственной оси обусловлено непосредственно его происхождением. На самом деле в мире существует немало подобных круглых и плавучих островов. Они формируются из различной растительности, которая открывается от большой земли и уплывает в водоём. Впоследствии растительности становится всё больше, а потоки воды и различные течения создают вихрь, благодаря чему она формируется в круглый плавучий остров, не имеющий под собой плотного дна. На данный момент Нойшпиллер собирает средства на отправку очередной экспедиции с целью ещё более подробного изучения острова. Примечательно, что местные жители уже давно знали о плавучем вращающемся острове, однако не рисковали к нему приближаться, так как, по их поверьям, в нём живёт некое древнее божеством. К находке присоединились и уфологи, которые утверждают, что вращение острова в озере обусловлено тем, что он является крышкой люка космического корабля или входом в секретную подводную базу инопланетян. Атул Пальмира С первого взгляда всегда кажется, будто Атул Пальмира – это прекрасный выбор для тех, кто хочет уединиться в раю на Земле. И расположен он в полутора тысячах километров от Гавайских островов. Пальмира – это необитаемый атул с кристально чистыми лагунами, над которыми летают тысячи птиц. На Атолле находятся четыре топливных резервуара, взлётно-посадочная полоса, гидроспуск, водосборный гидроузел, госпиталь и множество других зданий. Тем не менее, на Атолле людей преследуют необъяснимое ощущение страха и тревоги, а те, кому удалось покинуть остров живыми, считают себя счастливчиками. Каждый, кто оказывается на Пальмире, становится раздражительным, агрессивным и всеми силами пытается выбраться с Атолла, однако это удается далеко не всем. Существуют разные версии по поводу того, что на самом деле творится на Пальмире. Кто-то уверен, что на Атолле поселились сектанты, другие верят в существование там враждебно настроенного к людям существа, а третьи считают, что сама Пальмира – это замаскированное живое существо, которое заманивает к себе людей. Принимая во внимание эти факты, Атолл уже не выглядит райским местом. Остров кроликов Акуносима или Остров кроликов – это остров во внутреннем Японском море в префектуре Хиросима. Своё неофициальное название он получил, как можно догадаться, из-за большой популяции кроликов, которые привлекают внимание туристов и совсем не боятся людей. Существует две версии, согласно которым на острове возникли кролики. Согласно первой, в 1971 году группа школьников выпустила на абсолютно безжизненном острове Акуносима 8 кроликов. Впоследствии те расплодились до огромного количества, и теперь их можно встретить в любом уголке острова. Согласно второй версии, кролики были завезены в Акуносиму в 20 веке в военных целях при разработке химического оружия для опытов. Как считается нынешняя популяция кроликов, населяющих это место – это потомки тех самых подопытных животных. Так или иначе, на сегодняшний день их популяция просто безумна, поэтому туристы рады сюда приезжать, чтобы провести время с этими зверяками. Остров Дакса Дакса – это остров призраков, находящийся в Адриатическом море неподалеку от хорватского города Дубровник. Уже долгие годы он выставлен на продажу за 2 миллиона евро. Даже несмотря на то, что остров называют райским, по сей день его до сих пор никто так и не купил. С острова открываются прекрасные виды. Вдобавок, на нем круглый год стоит отличная погода. Также на нем находится маяк и крепость. А с самого острова легко добраться до ближайших городков. Можно сказать, что 2 миллиона евро за такие удобства – это очень даже заниженная цена. Так почему же никто не хочет покупать Даксу? А все потому, что в 1944 году, во времена Второй мировой войны, на острове произошло настоящее побоище, жертвами которого стало много людей. На данный момент остров фактически является братской могилой. Некоторые даже считают, что на Даксе проживают призраки, которых даже можно увидеть. Именно поэтому этот остров с необычной историей никто не собирается покупать. Остров Матсайкер Невероятно красивый остров Матсайкер расположен у южного побережья австралийского острова Тасмания. Правительство Австралии позволит вам прожить на нем полгода абсолютно бесплатно. Вам будет предоставлен дом с четырьмя спальнями, а также овощной сад, но есть несколько условий. Первое – вы можете поехать туда только с женой или мужем. Второе – вы будете должны поддерживать остров и его животный мир в хорошем состоянии. Третье – вам будет необходимо ежедневно проводить метеорологические наблюдения. И четвертое – вам нельзя будет покидать остров раньше срока. Это крутая сделка, но если вы решите поехать на Матсайкер, то помните – там нет телевизора, интернета и вообще вы никак не сможете связаться с внешним миром. Исла Бермеха Крошечный остров под названием Исла Бермеха можно было обнаружить на картах XVIII века недалеко от полуострова Юкатана, Мексика. Это самый далекий из всех островов, над которым хотела господствовать Мексика. Так страна расширила бы свое экономическое влияние и смогла бы добывать нефть в районе, в котором были заинтересованы штаты. Считается, что Исла Бермеха находился примерно в 100 километрах от границы водного пространства Мексики. Формально Мексика владела этим островом, а значит, США не могли на него претендовать. Около двухсот лет остров оставался нетронутым. В 1997 году туда была отправлена морская экспедиция, члены которого не смогли найти остров. Он будто просто исчез, хотя присутствовал на всех старых картах. В 2009 году Мексиканский национальный автономный университет заявил, что острова не существует, по крайней мере в указанной на карте точке. Впрочем, это не остановило главу морского комитета Мексики, и он предположил, что остров мог затонуть. Тем не менее, землю не удалось найти даже при помощи радаров и датчиков. Фактически, если бы Исла Бермеха существовал, то он был бы точкой отчета нового водного пространства Мексики. Но поскольку наличие острова не было подтверждено, акватория Мексики была сокращена, как и ее право на добычу морской нефти в регионе. Остров в озере Матрешке Матрешка – это неотъемлемый элемент славянской культуры, поэтому каждый из нас знает об этих деревянных куклах. Тем не менее, Матрешками могут быть не только куклы, но и озера. Так, на Филиппинах есть озеро Тааль, которое находится на острове Лусон. Посередине этого озера находится еще один небольшой островок, в котором расположено еще одно небольшое кратерное озеро. Таким образом, островки с озерами представлены в виде необычной фигуры, которую, пожалуй, больше не увидишь нигде в мире. Архипелаг Мир Архипелаг Мир – это группа искусственных островов, расположенных в персидском зареве недалеко от Дубая. Пожалуй, это самый необычный архипелаг на Земле, и он получил свое название полностью по праву. Все его острова построены таким образом, что с высоты птичьего полета они напоминают карту мира. Дубайцам удалось отобразить все мировые континенты с потрясающей точностью. Весь архипелаг представлен тремя сотнями островов, из которых, правда, заселено всего несколько десятков. Как видно, несмотря на свою масштабность и уникальность этого архипелага, он остается невостребованным местом жительства. Черепаший остров И закончим приятным. На черепашем острове, который входит в состав государства Фиджи, вы сможете полноценно отдохнуть от всей суеты остального мира, поскольку это полноценный рай на Земле. Здесь расположено 14 небольших уединенных домов, в любом из которых можно отлично провести время. Также гостям острова предоставлены частные пляжи с чистой водой, обилие морской жизни, а также куча развлечений и мероприятий на выбор. Ну а в комменты напишите, в какое место на Земле вы хотели бы попасть больше всего. А также, если вам было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и врубайте колокольчик, чтобы не пропустить новое крутое видео уже завтра. Спасибо за просмотр!